Добрый вечер! Надеюсь, слышно и видно. Мы продолжаем нашу серию уроков, посвященных храму и храмовой горе. В прошлый раз, последние два урока, мы обсуждали разные, начали обсуждать события, уже произошедшие после разрушения храма. Мы коснулись реакции раввинов, разных из учителей Талмуда на это трагическое событие, разных попыток выстроить еврейское существование без храма. Мы коснулись того, что народ, масса еврейского народа по-прежнему страстно жаждала восстановить храм и пыталась это сделать для каждой возможности, даже без руководства, не нуждаясь в том, чтобы какое-нибудь духовное руководство к этому подталкивал. Мы обсудили христианский подход к храму, который тогда был резко отрицательным и изменился только много веков спустя. И мы пришли, остановились на очень тяжелом для евреев моменте, около 630 года, когда в ходе Персидско-Бизантийской войны, можно сказать, что Персидская империя предала евреев страны Израиля, а Бизантийская империя делала все, чтобы подавить и по возможности уничтожить еврейство страны Израиля. В этой ситуации глаза еврейского народа были обращены в поисках мессианской фигуры, которая бы повел какой-то силой, мессианской силой, которая поведет народ к избавлению и восстановлению храма в Иерусалиме. И в этот самый момент в далекой Аравии, ну не столь далекой на самом деле, относительно, можно сказать, пограничной со страной Израильской страны и к тому же имевшей большую еврейскую общину, вот в Аравии возникает религия ислама, начинается упробовать Мухаммад. Из того, что мы сказали до этого, можно понять, почему очень многие евреи увидели в возникновении ислама события мессианского характера. Возникла новая религия, строго монотеистическая, не дуалистическая, как и у персов, и не тринитарная, как у христиан. Строго монотеистическая религия, живо интересовавшаяся еврейским и библейским нарративом, обильно из него заимствовавшая. И к тому же в раздельное по отношению к двум силам, которые так нехорошо обращались евреями как раз в эти годы, к византии и персам. Результатом этого в материальной сфере стало то, что немалое количество евреев присоединилось к исламской армии. Маленькое количество евреев, ну, по-видимому, не очень большого количества, приняло ислам. А значительно большее количество евреев присоединилось к движению арабской армии, оставаясь евреями на правах народа книги. Мы сейчас не будем касаться очень тяжелых отношений Мухаммеда с евреями Аравии, которые кончились массовыми убийствами и изгнаниями, убийствами части племен и изгнанием остальных пленов евреев Аравии. Но эти прагичные события не очень повлияли на отношения между исламом и евреями в первые века за пределами Аравии. Как бы сложилась ситуация, при которой евреи Аравии воспринимались как враги ислама, а все остальные евреи как некую силу, как силу, которую вполне можно терпеть, и которая значительно более дружественна. Ислам, понятно, чем язычники, но также и значительно, естественно, чем христиане, по крайней мере, в первый период времени. И вот на фоне этой ситуации мы должны видеть момент, прежде чем видим этот момент, хочу прочитать вам из Мидраша, написанного в это время. Мидраша называется Тайны Ражги, то есть Тайны Раби Шиман Бар-Юхая. Мидраша называется Тайны Раби Шиман Бар-Юхая, более-менее не вызывает ни малейших сомнений в том, что Раби Шиман Бар-Юхая этого Мидраша не писал, и то, что там сказано, не говорил. А написан он по всем признакам историческим именно в этот период, в период приближения и исламской власти, и начала исламской власти на стороне Раби Шимана. И в уста Раби Шимана, автор, неизвестный автор этого Мидраша, вкладывает свои представления о отношении к происходящему. Мидраш довольно длинный, я не буду сейчас весь его обсуждать, там, например, он начинается, как и полагается Мидрашу, с обсуждения конкретных стихов в книге пророка Шаяу, где обсуждаются верблюды, обсадники на верблюдах, обсуждения и всадники на верблюдах, это ислам, который идет подготовить почву для прихода истинного Машеха. Это, в целом, речь идет в отношении к исламу, там довольно большое текст, очень позитивно относящийся к приходу ислама, который предназначен победить столь враждебное еврейство Рим, то есть Византию, и подготовить, освободить пространство для начала, для дальнейшего мессианского процесса. Но есть слова, которые относятся конкретно к Иерусалиму и к храму. Он пишет, Мидраш говорит так, а второй царь, который будет у Ишмаэля, завоюет все царства, придет в Иерусалим и поклонится там Богу Израиля. Надо сказать, что нам этот Мидраш известен из двух рукописей, более древней и более новой, между ними несколько десятилетий. И более поздняя рукопись, видимо, уже обожглась. Тот, кто писал более позднюю рукопись, обжегся в реалии исламского правления, которое было все-таки далеко от того идеала, которого от него ждали. Оно не было ужасным, но оно далеко не было идеальным. И более поздний Мидраш, более поздняя редакция этого же Мидраша отличается в том, что некоторые слова из него выкинуты. В частности, слова поклонятся Богу Израиля там отсутствуют. То есть, более поздний Мидраш говорит, что да, он поклонится Богу, но все-таки не Богу Израиля. Война у него будет с сынами и дома, убегут они от него и захватят он их царство силой. Будет он другом Израилю, заделает проломы в стенах и стернах храма, будет копать на горе Мурья, сделает ее одной ровной площадью, и позовет он евреев строить здание храма. В более поздней редакции слова «позовет евреев» исчезают, и он просто будет строить здание храма сам. Но так или иначе, этот Мидраш видит второй царь для Ишмаэля, это, безусловно, халиф Умар. Он по-всякому второй халиф, и это, безусловно, речь идет о нем. Вот халиф Умар, покоритель Иерусалима. Мидраш видит в нем фигуру, которая восстановит храм, ни много ни мало. Восстановит храм, пусть он евреев восстановит храм, или он сам восстановит храм, но они видят Мидраш, видят в нем фигуру, которая восстановит храм. То есть, строительная деятельность, деятельность мусульман в Иерусалиме воспринималась евреями как подготовка к восстановлению храма. В контексте того, о чем мы говорили в прошлый раз, что евреи пытались при каждой возможности восстановить храм. А поскольку главной силой, которая мешала этому, была христианская, римская, византийская власть, то власть исламская, которая изгоняет, побеждает христиан, побеждает византию, убирает их владычество, естественно, с точки зрения еврейского взгляда на происходящее, это шаг к восстановлению храма. Как это виделось со стороны евреев? А как это выглядело со стороны арабской? Со стороны арабской, хотя, впрочем, подождем, еще прежде чем это выглядит со стороны арабской, давайте посмотрим, как это выглядит со стороны христианской. Для этого мы возьмем христианскую летопись, написанную тогда же. Летопись написана по-армянски. Ее принято называть «Клеточью Сильбеуса» по имени одного из армянских епископов, по-видимому, он ее не писал. Нам это не важно. Некий армянский автор современных событий, армянский автор, живший в конце второй половины седьмого века, не в середине седьмого века, описывает происходящее событие. В основном его летопись касается Бизантийской, Персидской войны, то, что его интересует. Больше всего его интересует та часть этой войны, которая происходит на земных Армении. Но в одном месте, в одном параграфе он касается и, вдруг вспоминает о евреях, и касается событий, происходивших в Иерусалиме. «Расскажу я вам о умысле мятежных евреев». Мятежные евреи – евреи, которые восстали против христианской власти, которые, по представлению этого христианского автора, евреям подобает подчиняться христианской власти. Умысле мятежных евреев, которые заучились на некоторое время в поддержке агарян, то есть детьми-детей агарий, то есть мусульман, то есть арабов, задумали построить Соломонов храм. Найдя место, называемое Святая Святых, они огородили его стеной и превратили в дом свои молитвы. То есть христианский автор свидетель, видит большим негодованием, отмечает тот факт, что евреи, при первой возможности получив помощь мусульман, огородили или как-то обозначили место Святая Святых и начинают, мы восстановили там молитвы. Завидуя им, исмаильтяне удалили их с этого места и назвали его местом своих молитв, забрали его себе. Но те в другом месте, опять же на фундаменте старого храма, построили дом для своих молитв. То есть евреи, будучи удалены с места Святая Святых, которые захватили в свои руки мусульмане, евреи остаются на храмовой горе, отходят чуть в сторону и находят себе другое место для того, чтобы в этом другом месте установить молитвы как можно ближе к месту бывшего храма. То есть уже не на месте Святая Святых, а чуть в стороне. Ну, замечу в скобках, что мы предполагаем, что речь идет о одном из подземных помещений на храмовой горе, северо-западной части храмовой горы, где в дальнейшем продолжала быть синагога еще на протяжении 200 или даже 300 лет. То есть евреи нашли себе некое место и в нем расположились. Добавлю еще, что еще серия еврейских писателей подтверждает нам тот же порядок событий. Есть караимский писатель, есть караимский писатель, живший примерно 200 лет или 150 лет спустя, который описывает ту же последовательность событий, что вначале по приходу мусульман, после того, как мусульмане захватили власть в Иерусалиме, евреи сразу же добрались до места храма и делали его место своей молитвы. Вскоре мусульмане, рассердившись за иноевреев по той или иной причине, ну, этот караимский писатель говорит о том, что употребление евреями вина рассердило мусульман, поскольку евреи, для сочи мусульман, вино – это вещь не кошерная, непригодная с точки зрения мусульманской религии, а естественно, что любое функционирование еврейской синагоги включает употребление вина, ну, хотя бы для Кедуша и Абдалы и так далее, трудно себе представить, что евреи, существование еврейского богослужения, не включавшего употребление вина. Так вот, употребление вина рассердило мусульман, они удалили евреев на периферию храмовой горы, где они потом еще продолжили много лет существовать, пока когда-то их оттуда совсем не выгнали. Он пишет в X веке, X век, видимо, был более нехорошим с точки зрения евреев на храмовой горе, более благополучным был VII-VIII век и, наоборот, XI. А вот X как раз был нехорошим. И, наконец, есть еврейский писатель, который пишет уже во временах хрестоносцев, который вспоминает, как вот хорошо было евреям Иерусалима все годы мусульманского правления, что они и мусульмане ни на какой стадии не мешали евреям приходить на храмовую гору, на место храма, молиться там и праздновать свои праздники. А вот теперь пришли нехорошие христиане и совсем-совсем евреям прогнали. Это, конечно, идеализация задним числом. То есть человек, находясь по христианским правлениям, смотрит назад на всю эпоху мусульманского, идеалистически представляет ее как всю прекрасную. Она не была вся прекрасной, в ней были периоды похуже и получше. Но так или иначе, можно сказать, что в значительной части периода раннего исламского владычества евреи продолжали присутствовать на храмовой горе. Это пока свидетельства еврейские и христианские. Как вся эта история выглядит с точки зрения мусульман. Замечу в скобках, что, конечно, можно спорить с частью из этих историй и сказать, поскольку многие из историй, которые я сейчас вам буду рассказывать, записаны позже. Некоторые из них записаны 300, 400, даже 500 лет спустя. То есть мы говорим о текстах 13-14 веков. И историки, крупные, великие исламские историки, расцвет римской, исламской истории с вот этих годов, 14-15, где-то 12-й. И вот они собирают информацию и нам ее передают. Человек критически настроен, скажет, что как подходу мы знаем, что они этого не придумали сами. Часть историй, которые мы сейчас с вами обсудим, то есть, во-первых, все эти истории, которые приводят исламские, арабские истории, по арабской традиции всегда приводятся с цепью передачи. Он всегда начинается со слов. Слышал я от такого-то, а он слышал от своего дедушки, а тот слышал от своего дедушки, а тот слышал от такого-то. И постараются довести нас по этой цепи до того, от кого они это слышали, до современника описанных событий. Всегда ли мы можем верить в все эти цепочки? Нет, не всегда, конечно, элемент скепсиса остается. Но интересным образом многие из этих событий, я сейчас не буду вас мучить каждый раз указанием, что подтверждается с ним, но многие из них подтверждаются независимыми источниками современника. Например, классический рассказ о том, как халиф Умар зашел на храмовую гору, который существует в нескольких исламских арабских приандах, существует и описан и в христианской летописи, летописи, написанной современником, ну или почти современником, феофаном-исповедником, который жил несколько десятилетий спустя. То есть он, живя в своем восьмом веке, рассказывает историю практически так же, как арабские истории в XIV веке рассказывают о Патрухе. Это один из сильных аргументов к тому, что в большинстве этих рассказов есть очень большое зерно исторической достоверности. Хотя, конечно, возможно, что что-то там рассказывает не точно. Итак, в 637-38 году арабская армия приближается к Иерусалиму, осаждает Иерусалим в протяжении нескольких месяцев, после чего Иерусалим сдается на милость исламского победителя, сдает город христианский патриарх. Одной из его главных просьб, условий сдачи города, что и по многим христианским летописям, является недопущение евреев в Иерусалиме. То есть христианская власть видит в возвращении евреев в Иерусалим очень важную идеологическую опасность. На мой взгляд, превосходящую, совершенно несопоставимую, ну, скажем так, бытовой, экономической или политической опасность, которую могли бы составлять евреи, и есть что-то в идеологической стороне, христианские властители подозревают евреев обоснованном том, что стоит прийти в Иерусалим и начнут восстановить храм. А христианам бизантийским, как мы уже говорили, очень важно, как часть идеологемы, чтобы храм продолжал быть разрушенным, иначе их картина мира не допускает восстановленного храма. Так они требуют, настаивают, упрашивают халифы не допускать евреев в Иерусалим. Дальше историки расходятся, обещал ли мы это халиф, или не обещал. В любом случае, да, если обещал, то не выполнил. То есть, либо не обещал, либо обещал, но не выполнил. Мы знаем, что немедленно после того, как город сдан исламской власти, в нем возвращаются евреи после многолетнего перерыва. И евреи проникают в город, а тем временем сам халиф первым делом, первое, что делает халиф, придя на папку Иерусалим, он начинает искать место храма. Он его называет местом, где молился Давид. Для него место храма, это в первую очередь связано с Давидом, интересно, а не с Шломо. Хотя, вроде бы он знал, что Шломо построил храм, в Коране это очевидно. Но Коран, на самом деле, устроен в этом смысле не очень ясно. То есть, соответственно, Коран вроде пишет о Соломоне, как о Сулеймане, как строителе храма, но вроде там и Давид, каким-то образом в храме оказывается, хотя он был шлеман. То есть, это Коран, книга очень нелинейная, скажем так, и уж Коран никак не претендует на то, что быть учебником истории, связанной, изложенной. Вот он и первым делом, он искал, он искал место храма, сейчас я найду это место. Вот. И он туда приходит на место храма в сопровождении Кааба, Кааба Аляхбар, или Кааб Абу-Исхак. Кааб этот человек, по-видимому, очень неординарный. У меня сейчас, я не буду никак оценивать его деятельность, потому что при желании можно оценить и положительно отрицать. Но давайте попробуем выдержаться от оценок. Констатируем факты. Кааб Аляхбар, имя его Аляхбар происходит, это не тот Ахбар, который Аллах Ахбар, это Ахбар, через хэр, это связано с словом хавэр, которым в Талмуде называется мудрецы. И, то есть, по-видимому, имя его Кааб Аляхбар означает Кааб Равин, Кааб Мудрец. И традиция рассказывает, что это еминский родин, принявший ислам, он не был знаком с Мухаммедом, он принял ислам, не у Мухаммеда, а уже у Омара, у нас, снова десятки разнообразительных текстов, там был очень важным источником влияния, вливания еврейских текстов и христианских, по дороге, небольшой степени, но в основном еврейских текстов в арабское религиозное бихо. Но особенно много он сделал для того, чтобы внести в арабское религиозное сознание идею святости храма Ватары и Иерусалима. Можно сказать, что если бы не Кааб, то арабское сознание не... в исламе не было бы идеи святости Иерусалима. Поскольку мы знаем, что в Коране Иерусалим не упомянут вовсе, храм упомянут неоднократно, несколько раз, надо его расшифровать, не всегда очевидно, что есть что-то опомянуто, надо задуматься, что по негде упомянут храм. Упомянут храм как некое место, в котором происходят важные события. Храм упомянут, что было строительство храма сломого, дважды разрушен храм, храм как место, где действовали христианские персонажи Нового Завета, Захария, Мария, Мария. То есть Коран знает о существовании храма, но совершенно не предполагает сделать храм центральным местом для поклонения именно для мусульман. Более того, храм возникает в Коране в контексте вопроса о направлении молитвы. Изначально Мухаммед молится, повернувшись лицом к Иерусалиму как еврей. И на какой-то момент он получает указание свыше от Аллаха, что все, теперь мы не молимся больше по направлению к Иерусалиму, мы теперь будем молиться по направлению к Мекке, к Каабе, к Черному Камбе. Объясняют комментаторы разным образом это событие. Как бы мусульманские комментаторы поворачивают это обычно таким образом, что Мухаммед с самого начала не хотел молиться на направлении храма, но ему как бы было вельно вначале это делать, как молиться, как еврей, потому что надеялся как бы с точки зрения исламской, он давал возможность евреям присоединиться к новому исламской религии. А после того, как евреи его послали, и не вступили в ислам, то уже никакой причины мучиться не было, и он получил разрешение от Аллаха начать молиться по направлению к по направлению к Мекке. Так это видят исламские комментаторы, и по-видимому это не так далеко от истины. По-видимому, действительно молитва по направлению к Иерусалиму в начале деятельности Мухаммеда происходила именно для того, чтобы привлечь евреев. А потом это стало не нужно, поскольку стало ясным, что и привлечение евреев к ислам не происходит. Но так или иначе направление молитвы по-арабски называется кибла. Кибла это направление куда надо молиться. Есть понятие первая кибла, то есть Иерусалим, то есть храм, это исходная кибла, или еще кибла шельмуса, то есть кибла туда, куда молился Мошир Абейн. А есть вторая кибла, которая уже осталась навсегда, это направление молитвы на Мерку. И, кстати, в Медине есть мечеть, в которой обозначены оба направления молитвы, и есть некий такой даже обряд, человек поворачивается, как это сделал Магомед, то есть сначала молится в направлении, или обращается в направлении храма, и поворачивается на юг, в направлении Мерки. Таким образом, храм в мусульманском создании до Амара имел некоторое значение, но совершенно не центральное. И вот Кааб вносит эту центральность, сопровождая Амара, вносит эту центральность в мусульманское сознание, но это уже вопрос о сознании. А теперь факт описания их прихода. Вот они приходят вместе на храм в упор. Зашел до Амара в сопровождении Кааба и сказал, Абуисхак, знаешь ли ты место скалы? Мусульманская традиция называет камень основания, вот камень, на котором стоял копчег завета, то камень, на котором стояла, то скала, на которой стояла святая святая. в нашей терминологии камень основания Эвенаштия, в арабском терминологии скала с определенным артиклем, то есть скала с большим буквами, если сказать по-русски, или the rock, если сказать по-английски, а с сахаром. Так вот, он спрашивает, знаешь ли ты место, где скала? Кто-то отвечал, отмерь так, сток это и сток это от стены, прилегающей в долине Дзеханан, то есть от восточной стены, и ты найдешь ее. И она была покрыта мусором. Есть другой рассказ, вариант этого же рассказа, в котором Кааб все-таки не иерусалимский еврей, он не местный, откуда бы он так подробно точно знал, конечно, он мог знать Мишну и по Мишне вычислить место скалы, но в общем это требовало большого интеллекта в него. Другой рассказ, который мне тоже кажется весьма достоверным, сообщает о том, что Кааб придя в Иерусалим, первым делом подкупил, заплатил деньги местным евреям, каких-то нашел. В Иерусалиме не было евреев, видимо, в окрестностях Иерусалима были евреи, которым он смог заплатить деньги, чтобы они ему рассказали, указали точное место святая, святых мест, скалы, на храм в Иерусалиме. Мне кажется, убедительно. Так или иначе, Кааб сам ли или с помощью ли других евреев показывает Амару место, место святая, святых, и он покрыт мусором. Дальше подробно, подробно, она была покрытым мусором и дальше подробно описывается, как Амар расчищает этот мусор. Но мы сейчас вернемся к этому мусору, сделаем шаг вперед. Амар спрашивает Кааба, как ты думаешь, где поместить мечеть? Где мы будем, где устроить место мусульманской молитвы? Кааб говорит, А давай сделаем его, поместим его за Ас-Сахрой и отсоединяться оба Кибла, Кибла Моисея, Кибла Мухаммеда. То есть, что говорит, так, давайте устроим молитву в северной части храмовой горы. Человек, который стоит в северной части храмовой горы, одновременно повернут лицом к месту святая святых, то есть, молится как евреи, и одновременно повернут лицом в сторону Мекки, то есть, молится как мусульмана. Соединим Киблу Моисея и Моше и Киблу Мухаммеда. Ты евреи ствуешь, Абу Искар, говорит Амар, я люблю это переводить, ты жидовствуешь, да, это, по-моему, очень точный перевод, то, что я сказал. Мы так не поступим. Лучшая часть этого места передняя, передняя, то есть, обращенная к Мекке. То есть, Амар постановляет устроить мечеть в южной части Храмовой горы, там, где она сейчас и находится, мечеть Элякса. Мы даже знаем, кто, видимо, строил, кто строитель, мы были христиане, мы даже знаем имя христианина, который строил мечеть Элякса, да, и он решает установить молитву там. И с этого момента мусульмане, молясь мечети Элякса, поворачиваются лицом к Мекке и спиной к месту Храма. Многие люди видят в этом акт некого пренебрежения к Храму, говорят, что вот, тем самым мусульмане показывают свое неуважение к Храму. Мне кажется, из всего, что здесь написано о Амаре, это будет несправедливо к Амару. Амар не вовсе не пытался выставить неуважение к месту Храма, и это следует хотя бы из следующих строк, потому что первое, что он начинает делать, находясь на Храме в горе, это расчищать место Храма. Со слов Саида ибн-абдалин-эзиза говорится, когда Амар завоевал Иерусалим, он нашел, что Асахра завален мусором, набросанным византийцами на зло израильтяна. Тогда Амар протянул свой плащ, стал чищать этот сон, и все мусульмане стали чищать тоже его. А другой рассказ, что он собрал всех окрестных рабочих, каких только мог, чтобы расчищать этот мусор с места скалы, с места слетая сведения. То есть, Амар всячески показал свое уважение к месту храма, после чего устроил место мусульманской молитве не на месте храма. На мой взгляд, единственный способ объяснить этот факт состоит в том, что место храма было оставлено для еврейской молитвы. поскольку Омар халиф спрашивает собеседника, где устроить место нашей молитвы, мусалата муслами, где будет место молитвы мусульман. И говорит, вот мы место молитвы мусульман устроим на южной части храмовой горы, там, где замечатель Акция. А это место, для чего мы расчищали, получается, что это тоже место для молитв, только не мусульман, то есть евреицы. Наиболее вполне напрашивается понимание, я, конечно, не могу сказать, что оно однозначно, напрашивается понимание того, что место самого храма было ему окажено уважение и было оставлено как место еврейской молитвы, а место мусульманской молитвы было основано в другом месте, там, где сейчас находится мечеть Илякса. Нынешнюю мечеть Илякса, конечно, построил не Омар, поскольку там было бесчисленное количество землетрясений и перестроек, но построил первую мечеть деревянную, где-то примерно в той части, где находишься Илякса, это было место мусульманской молитвы. Евреи же, как мы до этого читали, стали кое-как потихонечку расчищать место святая и святых и устроить свою молитву там, готовить к тому, что это первый шаг к восстановлению храма. Остановлюсь еще только два слова об этих мусори, которые столь повторяются снова и снова в десятках ссылок разных мусульманских авторов о том, что место было завалено мусором, грязью, причем демонстративным мусором. крайнее описание стоит в том, что якобы из совок Константинополя женщины присылали грязные тряпки, чтобы кинуть их на место бывшего храма. Согласимся, что описание женщины, которая прислала грязную тряпку из далекого Константинополя все-таки является преувеличением, но явно, что в этом здесь историческое зерно, состоящее в том, что по-видимому христиане демонстративно превратили это место в помойку. Мое предположение, я не могу его доказать, но мое предположение состоит в том, что это связано именно с попыткой восстановления храма служения за 20 лет до этого. Вспомнишь, в 617 году, в 114-й почти в 17-й год, в этом промежутке, евреи, завоевав при персидской помощи Иерусалим, пытаются восстановить жертвенника, восстановить храмовое служение. Поэтому именно этот факт, видимо, вызывает такое возмущение, негодование и такую антипатию христиан, что они еще после этого на протяжении 20 лет продолжают кидать мусор именно на место, где восстановили свое место, которое было свято для евреев. Потому что мы не знаем, не слышим ничего об этой помойке, столь тщательно описанной мусульманами, не слышим об этой помойке предшествующие годы, византийские годы, например, в 4 веке, когда путешественники воевали, там никакой помойки они не видят. Это, видимо, помойка именно этих 20 лет. Итак, вот результат деятельности халифа Умара. Арабская молитва, здание для арабской молитвы на месте Эляксы и некоторая возможность евреям продолжать молиться на месте храма, в церкви храма выбирают. Следующий этап наступает 50 лет спустя. При омиядском правлении сменилась династия правильных халитов, халитов непосредственно восходящих к родням Мухаммеда. И власть переходит к династию Амиядов. И один из Амиядов, первый Амияд, собственно, начинает свое функционирование с того, что он делает, объявляет себя халитом, хрануется именно на храмовой горе. И вообще все царство Амиядов связано с очень большим поднятием значения Иерусалима и храмовой горы в мусульманской глазах. И вершина этой деятельности является то, вначале перестроено полностью на месте старого деревянного здания построено прекрасное громадное здание мечети Алякси. А еще несколько лет спустя они строят здание золотого купола. здания так зато купол я говорю так условно чтобы было понятно правильно название купол скалы. Куб это сахра по-арабски или дом о де рог по-английски правильно называть это здание куполом скалы. Почему так важно что называется купол скалы? Потому что это здание не есть мечеть. служебное функциональное здание охраняющее место святое место скалы скалы на которой была святая святая это не мечеть потому что там нет направления на молитвы там собственно даже и нет места для молитвы невозможно сделать нормальную общественную молитву в куполе скалы потому что посредине здания торчит огромная скала которая нарушает всякую посредине нету неуказанное направление молитвы не было не было указано сейчас уже указано но в момент строительства не было указано направление молитвы и мы знаем из истории что там не происходили пятничные молитвы пятничные молитвы основанные в исламе проходили здание мечети лакса здание купола скалы не предназначено для этого для чего оно предназначено во-первых Во-первых, зачем оно построено, а во-вторых, для чего оно предназначено. Историки приводят много, и арабские историки, начиная от современников, и в движении всей арабской истории, и историки не мусульманские, западные историки, еврейские историки, которые пытаются понять. Факт приводит к множеству разнообразных причин, для чего же это здание было построено. Я сведу их к трем. Во-первых, был элемент политической борьбы. Как и во многих событиях исторических, политика играет малый рот. Политика состояла в том, что у халифа-фаминьянов был конкурент. А конкурент другой халиф, альтернативный, который не признавал их. И халиф засел как раз в Мекке. Если, когда все мусульмане совершали паломничество в Мекке, это значит, что они всем, каждый мусульманин, а вроде каждый мусульманин опять совершит паломничество, хотя бы раз в жизни, хадж, совершает паломничество в Мекке, он попадает в место, где правит альтернативный халиф. Халиф объясняет, что он-то есть настоящий халиф, а эти альтернативные раскольники, узурпаторы вообще нехорошие люди. Поэтому ясно, что политически продолжение нормального паломничества в Мекке для альтернативных халифов не благоприятны. Поэтому они стараются перенести паломничество, ставить местное паломничество в Иерусалим. И с тех пор возникает понятие «малый хадж», то есть как бы есть настоящий хадж в Мекке, но есть также тоже хадж, малый хадж, но вполне это посещение Иерусалима. Это политическая сторона дела. Вторая сторона, которой много пишется на разных мутерманских книжках, это некоторая попытка противопоставить прекрасное здание, зданию церкви, церкви гроба, церкви воскресения, более правильно, да? Главной христианской святыни Иерусалима, которая большая, красивая, с куполом, так вот мы здесь построим еще больше, еще красивее, с куполом намного больше, чтобы противопоставить свет к христианскому миру. Но все-таки все это, на мой взгляд, не объясняет совершенно уникального характера здания куполосковой. Это очень необычное по форме, очень необычное по оформлению и очень необычное по функционированию здание. Это восьмиугольное здание с четырьмя входами с четырех разных сторон. Оформлено, оформление в основном связано с тематикой сада, который намекает на райский сад. Огромное количество деревьев, каких-то цветов и фруктов, намекающих на райский сад. И множество изображений труб и шофаров, которые, понятно, что в нашей истории шофар все время намекает, имеет эсхотологический характер на конец времен. Но и в мусульманской картине мира это трубление в шофар тоже начинает связываться с концом времен. То есть это некоторое здание, которое оформление его напоминает о будущих временах, о бессианских временах. Здание очень необычной формы, о котором, к сожалению, меня трем не поговорить. На мой взгляд, связано с мистическими традициями, которые, в частности, имеются в книге Зор. При желании отвечу подробнее, но не сейчас. А функционирование этого здания мы сейчас немножечко прочтем. Это тоже было крайне необычно. Функционирование его здания таким. Ежедневно 52 человека... А, мы, кстати, это читали, когда обсуждали благовоние. Тогда не будем. Мы это обсуждали с вами, когда в начале, в одном из первых уроков, обсуждали важность благовония в храме. Когда я не буду вам читать текст, я вам перескажу, напомню в нескольких словах, что ключевым действием в служении, которое совершалось в куполе скалы в Амиярске, было воскурение благовония. Главное, что делали, были специальные служители, которые совершали омовение, как коины, одевали специальную одежду, которая во многом напоминает одежду коинов, храма. Приносили благовония частью в виде воскурения, а частью в виде благовонного масла. То и другое имеет храмовое представление. Намазывали камень благовонным маслом, воскуряли в благовонии, и это и было служение куполе скалы. Не молитва, уж тем более не классическая пиарничная молитва, намаз мусульманская, а именно все, что связано с благовониями. На мой взгляд, и это взгляд многих ученых, которые отвечают в вопрос, однозначно действуют попытки имитировать храмовое богослужение. То есть мы можем приходить к выводу, что строители копола скалы, мусульмане, имели в виду построить даже так третий храм. Не будем наивны, как наивны некоторые из еврейских писателей, которые утверждают, что халиф Абдель Малик построил это здание для евреев, чтобы это был будущий еврейский храм. Этого точно не было. Он его строил для себя, для мусульман, потому что это был третий храм, но центральную роль в нем должны играть мусульмане. Хотя у евреев была отведена определенная роль еврейским служителям, были назначены специальные действия служителей, они там работали как бы вместо налогов. Они должны выполнять свою функцию. Вместо того, чтобы платить налоги, они работали в здании купола скалы, как, во-первых, обеспечили уборку и чистоту, а во-вторых, обеспечили зажигание ламп. Видимо, это не просто было зажигание ламп, а тоже некий, некая надоскминальная храм, охранная мемория, то есть некоторые действия. То есть у них была важная роль, но все-таки она была, конечно, второстепенной. Первую роль выполняли мусульмане. То есть это была некая попытка построить замену храма, в которой будет главную роль прижать мусульманам. То есть это некоторый аналог замещающей теологии христиан. Мы новый Израиль, мы мусульмане в данном случае, новый, лучший. И Каабу принадлежит фантастическая фраза, фантастический рассказ совершенно по своей эмоциональной нагруженности, состоящей в том, он рассказывает. Вот один раз скала, на скале был разрушен храм, и скала взмолилась к пластилину миров, да, к Аллаху, что я так вот и буду стоять голая, без храма, здесь не будет храма, вот я буду так вот виноко стоять. И Аллах говорит, не волнуйся, действительно, евреи отушли, но я тебе пришлю лучший народ, который лучше, чем евреи будут служить мне, построит здесь храм еще лучше, чем евреи. Конечно, евреи строят храм, я буду милоцем, но я пришлю лучший народ. Вот это вот такая вот феерическая вещь, которая говорит, прошу заметить, евреи, принявшие ислам, которые видят в мусульманах Новый Израиль, а в здании купола скалы замену храму. Эта тема потихонечку сходит на нет после ухода Амияда. Амияда правит около ста лет, и когда приходит следующая династия, династия аббасидов, центр их правления оказывается уже в Ираке, и храмы выгораемые в Иерусалиме уже не так важны, и не часть в их руках, по никакой причине переманивать людей от Мекки они уже не видят. И при аббасидах вот вся вот эта линия, вот это служение благовониями, все вот это особенное служение в храме, вся эта попытка заменить храм в исламской служении исчезает потихонечку, минимум. Я не могу назвать точку, чтобы в таком-то году это прекратилось, но в общем, судя по всему, это служение было в основном не ядское, и после того, как династия изменилась, оно сразу или постепенно исчезло. При этом память о храме сохранилась. Любой путешественник арабский, исламский, посещающий храм в гору на протяжении 8, 9, 10, 11 веков, конечно, знает, что это место, где стоял храм построен царем Сулейбаном, да, в храму Шломо. И, конечно, знает, что это то место, где молился царь Давид. И это то место, где Яков увидел лестницу, уходящую в небо. И это то место, где Коэн Захария узнал, что у него родится сын, который будет в дальнейшем Иоанно-Крестителем, а в арабском термологии Ихи, да. И это то место, где была Мирьям с сыном Иисусом и так далее, и так далее. Они все помнят, что это храм, но просто вот эта вот, эта вот идея, что мы сейчас построим новый заменитель храма, и мы его вместо них будем вместо Европы, для них это становится исторической историей. Все помнят, что это место храма, поэтому это место святое, это место важное, ему надо посещать, ему надо молиться. Никому не приходит в голову, кстати, в эти века запрещать евреям туда заходить. Есть времена, когда евреям можно устраивать там публичную молитву, есть времена, когда евреям нельзя устраивать публичную молитву. Но про заходить не может быть речи. Конечно, евреи во все эти четыреста лет имеют возможность свободно посещать храмы в гору, индивидуально там молиться, а во многие века могут там, во многие периоды истории могут там молиться также и публично, в качестве дминьяни. У нас не так много времени, собственно, оно почти кончилось. Я только скажу, что на протяжении дальнейшей исламской истории существует постоянная борьба двух нарративов относительно храмовой горы, которые то сливаются, то встречаются, то вступают в конфликт, то в дружбу. С одной стороны, тема, что храмовая гора – это место храма, как это мы все помним, а с другой стороны, что храмовая гора – это место вынесения Мухаммеда на небо, и тем самым это уже, вроде как, никак не связано с еврейской истории. Ну, я замечу в скобках, опять же, у меня нет времени про их долгу рассказывать, на мой взгляд, тот факт, что Мухаммед возносился на небо именно здесь, он, конечно, связан с храмом, потому что он возносился там, потому что это был в его представлении храм. Понятно, что он не возносился. Да, мы говорим, когда мы говорим о Мирадж, мы говорим о его неком мистическом переживании, или сне, или что-то такое в голове у него происходило, он находился, тело его находилось в это время в Аравии, но он в некотором своем представлении перенесся на место храма, и от него вознется на небо, потому что он, конечно, знал, что путь на небо идет через храм от еврейских мистиков, с которыми он общался. Но это закроем вспомнить. Так или иначе, существует два нарратива, они постоянно находятся в некотором диалоге. Нарратив «Вознесение» больше связан с мечетью Элякса и с перикерийными знаниями, а нарратив храма больше связан со зданием самого купола скалы и с другими тоже перикерийными знаниями. Все эти нарративы существуют периодически. В тот момент, когда нарратив «Вознесение» о храме выходит на первое место, например, у суфи. Для суфи очень важно полный четвертый место храма, и поэтому суфи молятся в массе своей с севера от купола скалы, таким образом, чтобы, молясь как мусульманин на втором месте, они также обречены лицом к куполу скалы, к скале, к месту храма. Для суфи, для османцев, для османских деятелей тема храма более важна. В других перерывах, например, в мамлюкские времена тема храма больше забывается, и центром тяжести переносится на место элякса. Ну вот, мы в общих чертах, опять же, в общих чертах, кто читает мою книгу, может узнать намного больше, а есть еще и много такого, чтобы книга не попала, но тем не менее, история исламских отношений с темой храма и храмовой горы, мы вот описали в таких вот крупных мазках. В следующей лекции, в следующий вторник лекции не состоится, я тоже буду выступать в другом месте, а Иннатана тоже не будет в Израиле. А через, но это никак не уменьшает количество наших встреч, просто переносит на одну дальше, через раз, через вторник мы встретимся, чтобы поговорить, соединить две темы, которые, казалось бы, не связаны, но на самом деле связаны в какой-то степени. мы поговорим о том, насколько неевреи, какая была роль неевреев в храме, куда их допускали, а куда их не допускали, а во второй половине речи мы поговорим о том, как мусульмане стали вдруг не пускать на храмовую гору евреев и христиан. Есть определенная связь, хотя, конечно, не прямая. Эта тема наша будет через две недели, а пока спасибо, если есть вопросы, мне на пару вопросов ответить.